Ну а в качестве основной архитектурной идеи для терминала дизайнеры выбрали морскую тематику. Проект назвали «Крымская волна». Новый аэровокзал рассчитан на обслуживание 7 миллионов пассажиров в год, а в перспективе этот показатель вырастет до 10 миллионов. В строящемся терминале президенту рассказали о социально-экономическом развитии полуострова. В частности, министр транспорта Максим Соколов проинформировал Владимир Путин о том, как идет реконструкция транспортной инфраструктуры Крыма. Значит, вот смотрите, мы, когда мост, мостовой переход запустим, с этой стороны, со стороны Тамани, будет 4 полосы, да? 4 полосы 40 километров. А здесь будет пока только 2, да? Нет, на подходе к Тавриде, к Тавриде, примерно около 9 километров, чуть менее 9 километров, будет тоже 4 полосы. А, тоже 4. То есть, такой резкой пробки не должно быть? Не должно быть. Дальше по Тавриде практически на всех участках, сегодня 7 участков, находится под реконструкцией и новым строительством. И там будут вестись работы, будет перепропуск движения. Пока будет сложно там ездить. В течение этого сезона, к концу 2018 года, две полосы уже будут до Симферополя полностью реконструированы. В эти минуты Владимир Путин уже в Севастополе. С приветственным словом президент обратился к участникам и зрителям митинг-концерта в честь 4-й годовщины референдума, по итогам которого Севастополь и Крым воссоединились с Россией. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящее, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение. Проголосовали за своё будущее и за будущее ваших детей. Да, дорогие мои, нам ещё очень много нужно будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом. Это всё вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать, и мы обязательно всё сделаем, потому что, когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи. Большое вам всем спасибо. Я вас крепко-крепко обнимаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!